Александр Владимирович, когда свет вам отключили? Вчера, вечером. И чем объяснили? Заходили к вам, сказали что-то? Я не помню, у меня с памяти плохо. Да никто не помнит. Может и звонили, но я же не встаю. Жена гражданская просила их по телефону, чтобы они отсрочку дали на неделю, чтобы не отключали. Мне даже до завтра сложно прожить без света. А большой у вас долг? Нет. 152 рубля, Саша, я звонила. 152 рубля. Люди добрее будут, вникают в ситуацию. Не расстраивайтесь. А то обращаются как с ним. Везде буквально. Что в больнице, что здесь. Везде такое. Человек работает, служит. Не встал, нужен. Водитель, люди просят, больной, лежачий. Надо судно унести, надо принести, надо сполоснуть. И ночь как без света. Хоть та свечка нищая. Ну что, свечкой по хате ходить. Это варварски относятся. Это нервные стрессы. Вот это даем стрессы этому больному. Как он? Он даже немножко разговаривает. Я даже стал с вами путать даже слова. Он говорить даже не может. Парализованный. Это все понятно. Неизвестно, сколько он пролежит. Если сердце крепкое, он дольше пролежит. А жить, то жить, живой человек. Кошку несчастную, то жалко. Подбираешь или покормишь. Чтобы он хотя бы двигался на коляске. Ну вот представьте, за ним его туда-сюда тягать вот так вот. Он же тяжелый. И судно, и все. Он может обгадиться, понимаете? Вот так вот. Там, короче, стирать ему сколько надо. 50 лет. Он же ж молодой. Вы представляете? Вот так вот. Это ж вообще жалко. И так вот раз и все. Ходил-ходил, раз на работу. Пособрался. И в итоге его забрали в больницу. Там пролежал сколько. Сколько денег туда надо было. Тут бегали, занимали, и кругом, и все. Цивільна дружина, друзі та сусіди. Єдині, хто піклується про Олександра Темного. Приносять йому ліки та їжу. Проте їхніми силами неможливо вирішити всі проблеми. Тому люди планирують писати скарги до відповідних служб. Вони сподіваються, що влада зверне увагу на проблеми колишнього шахтаря. Адже зараз Олександр Володимирович, як ніколи, потребує підтримки та уваги. А ще розуміння від служб, які створені для полегшення життя. Ірина Куйбіда та Дмитро Коробков. Новини телекомпанії Луч.